Чистые улицы, ухоженные аллеи, клумбы и, конечно, газоны. Все это дело рук коммунальников, которые ежедневно прихорашивают город, сохраняя за ним статус одного из самых зеленых областных центров страны. Накануне дня рождения Бреста благоустройству внимание особое. В помощь коммунальникам новая техника – косилка итальянского производства, которая быстро и качественно способна придать заросшему газону опрятный вид. Косит нормально она, ровно, не так, как тремерами. Заменяет человек пять, наверное. Ну, работает без проблем. Преобразился город к своему дню рождения и за счет подарков от предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о цветочных клумбах, лавочке для молодоженов и стрит-арте. Подарочную кампанию в канун праздника завершил Брестский мусороперерабатывающий завод. Речь идет о новых мусорных баках по всему городу и площадке с подземными контейнерами, которая сегодня расположилась на улице Морозова, 9. Площадка состоит из трех емкостей. Две емкости объемом 3 метра кубических. Они предназначены для смешанных коммунальных отходов. И одна тоже 3 метра кубических. Она предназначена для стекла. Помимо этого, возле площадки мы установили евроконтейнеры для раздельного сбора. Это для макулатуры и для пластика. Стоимость вот этой площадки, где мы сейчас находимся, примерно 490 миллионов, ну в старых деньгах белорусских. Из них порядка 100 миллионов стоила проектная документация вместе со строительными монтажными работами по установке. А 400 миллионов – это гранты, грантовые деньги. То есть мы потратили, грубо говоря, 200 миллионов на две площадки. Затея хорошая, интересная, новая. И, в принципе, готовы мы дальше участвовать в этих грантах, чтобы попробовать еще в Бресте что-нибудь такое новое, интересное поставить. Мы все-таки европейский город. Объем контейнеров рассчитан на коммунальные отходы одной тысячи жителей с пяти домов по улицам Морозова и Краснознаменной. Кстати, и в плане размещения экспериментальной площадки специалисты подошли разумно. Учли пешеходные связи дворов, чтобы людям было удобно выносить мусор. Его вывоз будет осуществляться ежедневно с помощью специального многофункционального мусоровоза, который также был приобретен за средства гранта. Эстетика, санитария и удобство – главное преимущество новой площадки, которую жители смогут оценить уже сегодня. Именно такие видел контейнеры и в Польше, и в Словакии мы ездили. Там немножко другого вида, но примерно так же. Нормально, очень нравится, хорошо. Не будет летать мусор, как с этих контейнеров, не будут птицы разносить. Это большое дело. Аналогичная контейнерная площадка открылась сегодня и в Ленинском районе, во дворе улицы Воровского, 29. Отныне прилегающая территория будет чище и опрятней, а настроение жителей, несмотря на пасмурную погоду, будет по-настоящему праздничным.